Вы говорили, что самая легкая часть жизни это студенчество, но мы видим, что многие молодые люди попадают в лапы стресса, депрессии. Пытаясь справиться с этим, они впадают в зависимость от таких вещей, как алкоголь, наркотики, порнография, интернет и так далее. И думают, что это принесет им облегчение. Не знал, что интернет идет вместе с наркотиками. Так что же им делать? Смотрите на меня. Я всегда под кайфом. Хотя никогда ничего не употреблял. Вы должны понимать, что любой стимулятор, какой бы стимул вы ни получили, из внешних источников, человеческий опыт любого рода возникает только изнутри. Вопрос только в том, вас нужно заводить с толкача или вы на автозапуске? Что лучше технически? Автозапуск. Если я научу вас, представьте, что я научил вас просто сидеть и пребывать в абсолютном блаженстве, под большим кайфом, чем кто-либо в университете. И в то же время вы полностью осознанны. Вы бы рискнули? Рискнули бы быть под кайфом, но оставаться осознанными решились бы? Единственная проблема с алкоголем, наркотиками и прочим, это не вопрос морали, а вопрос жизни, потому что они уничтожают жизнь. Дело не в том, что одно хорошо, а другое плохо. Не в этом суть. Суть в том, что все это делает вас несостоятельными. Несостоятельными во многих смыслах. Был один израильский ученый, который занимался исследованиями марихуаны. Более 18 лет управление по контролю за качеством медикаментов США выдавало ему большие объемы марихуаны. И он проводил свои изыскания, но за 18 лет так и не добился ощутимых результатов. И в середине 80-х американские агентства, которые боролись с распространением наркотиков, изменили подход. Вместо борьбы с поставщиками в Мексике и Южной Америке, они решили бороться с наркоманией на улицах. Они сказали, что выдавать ему такие объемы неправильно. Мы не знаем, что он делает. Потому что нет никаких результатов за 18 лет. Тогда он уехал в Израиль. Правительство Израиля ознакомилось с его работой и решило выдать ему большие объемы марихуаны. И после еще 3,5-4 лет изысканий он получил результат. Он обнаружил, что человеческий мозг содержит миллионы рецепторов каннабиса. Затем он отправил результаты другим специалистам. Антропологи попытались объяснить это тем, что, возможно, было время, когда все люди курили марихуану. Вот почему возникли рецепторы. Но затем признали, что это чепуха. Каннабис рос далеко не везде. Даже у эскимосов есть такие рецепторы. Хотя они никогда не видели ничего подобного. Затем было еще много чего. И в результате неврологи пришли к следующему. Они сказали, что мозг человека всегда находится в ожидании каннабиса. Который вызывает опьянение. Но происходит не из внешнего источника, а изнутри. И поэтому есть рецепторы. Это то, что мы знали всегда. Я могу показать вам. Я всегда навеселе. Посмотрите в мои глаза. Я всегда под кайфом. Но в то же время я осознан, как никто другой. Если в своей жизни вы не знаете, что такое опьянение, вы никогда не узнаете, что такое полная отрешенность. Если у вас нет чувства отрешенности, вы не сможете идти по жизни широкой поступью. Вы будете едва волочить ноги. Только если нет страха перед страданием. Когда вы сильно опьянены, но полностью осознанные. Не потому, что вы употребляете вещества, которые отнимают вашу осознанность. А потому, что вы поддерживаете систему, человеческий механизм на высшем уровне функционирования. Когда он полностью самодостаточен и в постоянном блаженстве. Тогда вы не будете думать обо всех этих стимуляторах.